Спасибо за работу. Субсидии распространяются только на население, а вот бизнес и бюджетные организации вынуждены платить больше. Около 550 миллионов рублей. Это те затраты, которые не оплачены бюджетом, а оплачены прочими потребителями, в том числе бизнесом. Но как раз эти более высокие тарифы для бизнеса и позволили хоть как-то повысить устойчивость предприятий ЖКХ северных районов, а также Закаменского района. Несмотря на это, предприятия ЖКХ задолжали энергетикам кругленькую сумму. На данный момент не только Северозакамно, но еще и ряд других районов должны заплатить теплогенерирующей компании около 850 миллионов рублей. Как отмечает республиканская служба по тарифам, сейчас долг расти не будет. Якобы его стабилизировали. Однако сети нужно модернизировать. Для всех теплоснабжающих организаций с льготными тарифами правительство утвердило инвестиционные программы. В ходе реализации этого закона в процессе реконструкции удалось снизить в практически два раза потери в теплоносителях. А также стабилизировать финансовое положение ресурсоснабжающих организаций. Создать условия для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию, реконструкцию, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Реализовать деньги в полной мере мешает нехватка профессионалов, изношенные теплосети и оборудование, избыточная мощность котельных. На основании этого депутаты сделали несколько рекомендаций. В республиканском бюджете на ближайшие три года предусмотреть инвестиционные программы, усилить контроль за их реализацией и привлечь к работе квалифицированных специалистов. По мнению в РИО министра строительства, проблему могут решить федеральные деньги. Александр Зуев, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.